Девушки отдыхают Как бы вот этот путь туда повел, я думаю, что, наверное, логично учиться на того, кем я работаю. То есть я начал работать на телеке без образования абсолютно. И думаю, надо, наверное, подкрепить это дипломом. Думаю, ну почему нет? Нашел гитар, думаю, ну окей, вроде продюсерский, ну там посмотрим. Прошел собеседок. И все, я как-то вышел, у меня классная группа была. На одном дыхании прошло обучение. Владимир организовал в гитаре мастер-класс с кинорежиссером Андреем Звягинцевым ток-шоу с генеральным директором СЦС Медиа Вячеславом Муруговым и руководителем телеканала ТНТ Романом Петренко. По словам Ловкова, студенты должны усердно работать и использовать возможности института, а будущую съемочную команду искать среди однокурсников. Я говорю, что оттуда вот из института сколачиваются какие-то юниты, да, съемочные. Ну, по-моему, у меня так получилось. То есть у меня есть там ребята, с кем я до сих пор работаю, дружу. И мало того, вот когда снималась интервью два года назад, его организовала журналистка, которая вообще, в принципе, ну, взяла на себя весь объем работы. Реально, она как продюсер выступила на этой всей истории. Она все организовала. Ну, и наше интервью с ней закончилось тем, что, ну, как бы, ну, хочешь поработать. Ну, вот до сих пор работает и счастлива. В 2013 году команда Владимира Лавкова взяла бронзу на Каннском фестивале за проект, снятый вместе с Макдональдс в помощь детям с онкологией. На 85-летие «Уралмаша» в Екатеринбурге за три недели съемочная группа создала реконструкцию событий с момента основания завода. В свою команду Владимир набирает трудолюбивых и педантичных людей, желающих развиваться. Быть активным, быть смелым, интересным профессионалом, который любит свою работу, который любит свое ремесло.